Я хочу проговорить, что я не могла разговаривать. Это даже не вопрос, хотя вопрос, наверное, просто как крик. Хожу по кругу, вот сейчас, последние два дня просто тело выкручивает. Такое отчаяние, но потеря всего и смыслов. Ты в это веришь, что ты говоришь? Я это чувствую просто. Вопрос хороший. В теле, в теле такая ломота. Что мне сделать у меня ломка в теле? Лена, что мне сделать? Она так прячет, что мой ключ вообще отняла у меня. Что мне сделать? Лена. Я не про это. Это совсем другого плана. Мне не смешно. Мне завтра утром в 6 утра вставать и ехать во Францию, а у меня просто отняло руку. Я вообще не знаю, как я поеду. Я про другую боль. Это даже... Тогда это иллюзия, это не боль. Поэтому я тебя и спросил, веришь ли ты в то, что ты спрашиваешь? Без твоего вопроса, без твоего рассказа. Видишь, я тебя перейдил чуть-чуть. Если ты веришь в то, что происходит, это и есть так. Но реально ли это? Можешь ли ты это потрогать? Можешь ли ты это взять в руку и пощупать сама? Вот то, что ты говоришь о чем? Так щепку просто бросает из стороны в сторону. Я вообще не понимаю своего участия. Не понимаю, куда... Блин. Ребята, вы видите, как я пидала со стороны в сторону? Я не вижу. Вы же пойдете на месте, бальцик. Пиздеево нормально, не сильно. Она крутит телефоном, но это не тело кидает. Это телефон. Не крути телефоном. Вот смотрите, нормально, да? Не кидает ее? Не кидает. Посмотрите, как долго не кидает. А тебя сейчас тоже кидает или нет? Я снизу вниз не управляю. Нормально. Смотрите, как долго не кидает ее. Это ветер, это волосы шевелятся. Не верьте ей. Фантазер, ты меня называла, ну а я, а я тебе не пара. Так и своему уму спой песенку. Нету в моменте ничего. Для того, что ты рассказываешь, оно не происходит. Прямо сейчас это не происходит. А если это происходит не прямо сейчас, то, о чем ты говоришь, этого сейчас нету. Это все иллюзия ума. Прямо сейчас происходит это с тобой? Все, значит, видишь, ты веришь тому, чего нету. Не верь. Это иллюзия. Это ум поставил перед тобой зеркало и показывает, что тебе кидает. А тебя не кидает. Приди в настоящее зеркало себя, посмотри, встань перед зеркалом, большое зеркало, и когда он говорит, кидает тебя, а ты скажи, вот я стою. Чего ты меня кидаешь? Где меня кидает? Это что, мои мысли были только что? Так я вам с сегодняшнего дня не верю ни одной мысли, которая мне говорит, что кидает меня. Я во мне не валяшка. Ты живешь жизнь, не ум, а ты жизнь, живешь жизнь. Ты жизнь, ты не ум. Ты даже не тело. Ты жизнь. А жизнь невозможно кидать. Жизнь невозможно зацепить, даже схватить. Вот попробуй жизнь схватить. Но я не могу. Я знаю, что вроде бы она есть, но я ее не могу схватить. Бог есть, да? Да, сука, и Бога не могу схватить. Кого еще там надо схватить? Кого там кидают? Давай его схватим. Того, кого кидает. И его нельзя схватить. Во что ты веришь? Я ни на что не верю, мне просто плохо. Плохо не бывает тебе. Тебе сейчас, прямо сейчас плохо? Да не в том понятии, плохо. В другом. Я вообще не понимаю своего участия. Я вообще не понимаю. Это самое прекрасное, что может быть, чтобы не понимать все, что происходит. Будь в этом непонимании, в том, что происходит. Оставайся в этом. Солнце светит, оно не понимает, как оно светит и вообще, как оно вообще есть, существует. Вообще не понимает. Солнце вообще нету понятия, что оно есть. И у меня нету понятия, что я есть. Вася Буга понятия, что он был. Сука, он всем говорил, что я Вася. А сейчас нету понятия, потому что у вас нету того, который говорил, что я Вася. Но есть та, которая знает, что ее качают или что с ней делается. И пока еще она есть, но говорит, что она не знает, что происходит. Она еще знает. Потому что она как раз и устраивает, что с ней происходит. Она и утверждает, что ее качают. Она, знающая, говорит, что она ничего не знает. Потому что не знающая не будет говорить, что я ничего не знаю. Если ты не знающая, то как ты можешь сказать что-то? Ты же не будешь знать, что ты не знающая. А знающая может притвориться и сказать, что она не знающая. У меня паника просто. То, что нужно. Таблетки нет. Но это то же самое, что ты по пальцу ударилась, ты приходишь и говоришь, Вася, палец болит, что мне сделать, Вася, палец болит, блин, что мне сделать, Вася, палец у меня болит, а я говорю, ничего страшного, проживи эту боль в следующий раз. Боль пройдет, она не вечная, тело не вечная, боль не вечная, все пройдет. Так вопрос не в моих ощущениях, не в том, что я переживаю, я вот не до нас, а в том, что вот реально моя беспомощность в реальных бытовых вещах, ну вообще, такое ощущение, что я первобытного строя, я себе раду не могу дать. Правильно, потому что ты так и жила в всю жизнь. Сегодня одна ехала Алена со мной, тоже ее Алена зовут, и она говорит, я какая-то неприученная к этой жизни в этом мире, я какая-то вообще неприспособленная. А я говорю, чего? А мы ехали, чемодан надо было отвезти, да, передать. Она говорит, я забыла, записала, а эту записку забыла на столе, что я записала, куда надо отправлять. Она говорит, ну я сейчас позвоню тем людям, которые мне дали записку из Монета, трубку не берут. Я говорю, что такое? Да они трубку не берут, как я сейчас отправлю? Мы еще не доехали. Я такая неприспособленная, я не знаю, как я могу здесь жить. О ней всегда заботились. Если она что-то не знала, она сразу звонит, берет трубку и звонит, говорит, алё, подскажи мне, алё, подскажи мне, алё, подскажи мне, алё, подскажи мне. Я говорю, как ты можешь быть приспособленной, если любое действие, которое ты хочешь сделать, если ты не умеешь, ты звонишь, говоришь, как сделал. Как может человек научиться делать действия, если он спрашивает в другом? Никак. Но ей кажется, что это учеба. Это не учеба, это ослабление человека. Вот она привыкла, там муж рядом, и муж бы эту бумажку взял и поехал бы, повез чемодан. А она бы рядом просто сидела, как товар. Не как Алёна, не как знающая, куда надо везти чемодан, не как знающая, что она бумажку взял, а просто присутствия какого-то чего-то. И она так привыкла, присутствовала, просто как что-то присутствует. И это жизнь. Но самостоятельная она не может быть, она боится. Она боится сделать шаг. Я говорю, ну, пристыкини, завтра кума умер, дадим. Она говорит, боже упаси, ты что? Что я буду делать? Видишь? Ты не знаешь, как дышать дальше. Пухнуть не знаешь, можно нельзя. Мне налево или направо, прямо или назад. Так вот, так же, как и ты. Ты попала, и как будто бы всё вокруг умерло. А ты начинаешь учиться жить. Это слава Богу, поблагодари Бога, если Он есть, если Его нету. Скажи Жене спасибо, кому-то ещё спасибо, волосам спасибо, что я поняла, что я нихера здесь не умею. Я буду учиться жить. Я вернулась в тело, я чувствую волосы. Я вижу, что я нихера не знаю. Это уже большое дело видеть, что ты ничего не знаешь. И ты учишься жить. Это не столько знать, я в принципе... Для меня всегда было важно, я чувствовала интуитивно, я зашла, да, я могла ошибаться, но я куда сошла, куда-то у меня есть было понимание направления движения. Сейчас периоды такого провала, что я вообще даже ошибаюсь, но я ничего не понимаю, я вообще ничего не чувствую. Ты шо, в жопе хуй почувствовала, что ли? Ну, ты просто про чувство говорила, которое ты чувствовала, а сейчас не чувствую. Я говорю за интуицию, за вот чуйку своё. Пока у тебя нет интуиции, потому что ты гуляла где-то, тебе это казалось, что ты чувствуешь интуицию. Вернись в тело и живи в теле, вот что надо. А потом всё остальное будем говорить о другом остальном. Вот чувствовать ветер, ты чувствуешь ветер сейчас? Да. Ну вот это самое главное. С чувств начинаю, опять чувств у тебя есть. Понятие, что ты ничего не понимаешь. Знание, что ты ничего не знаешь. Ты вернулась домой, появилась Алена, которая знает, что ничего не знает. Что она прожила столько лет и ничего не выучилась здесь. Вы не разрешали жить в этом мире. Все, что с тобой происходит, это самое прекрасное. Я добиваюсь с многими, чтобы их вернуть вот так вот, чтобы увидеть, что они ничего не видят. Прикинь, ты увидела, что ты ничего не видишь. Не вижу, не чувствую вообще. Кого не чувствуешь? Тебя. Так видишь, как ты жила? Ты жила, что ты не чувствовала себя. Я чувствовала хоть как-то. Я чувствовала. Это тебе казалось, что ты чувствуешь. Если бы ты чувствовала себя, ты бы не приходила сюда. Ты бы ходила по этим дуркам, которые тебя рассказывают, ты бы продолжала ходить, и они бы тебе рассказывают, что ты себя чувствуешь. Они вместо тебя, тебе говорят, что ты себя чувствуешь. Сука, ну как это можно сказать мне, что я в жопе хуй, а мне говорят, у тебя нету хуй в жопе? Я говорю, точно? Мне больно. Они говорят, точно мы знаем. И тебе продолжали дурить, 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 дурить. Ну кто тебе сказал, что ты не чувствуешь? Я? Я говорил такое, что ты не чувствуешь? что ты не чувствуешь? Лёна? Я не слышу себя, и вообще ничего не слышу. Я не понимаю, куда мне двигаться, я вообще, я потерялась вообще. Кто тебе это сказал? Ну что, у меня стопор, во всем стопор, я вообще ничего не слышу. Кто тебе об этом говорит? Я? Я же это вижу. О, Господи. О, так ты видишь, что ты не видела ничего. Ты видишь, что ты не видишь. Это уже прозрение. Человек прозрел, что он не видел. Офигеть, прикинь, люди, блядь, добиваются этого по 50 лет, не могут достичь этого, что они ничего не видят. Сидят в пещерах, сидят еще где-то. Пробуждение произошло, человеком говорит, я увидел, что я ничего не вижу. Это пробуждение, не настоящее, ты дурочка. От этого хочется плакать и убегать. Хочется избавиться от этого состояния, в которое ты попала. А люди ищут это. Ни один год, ни один месяц. Где ты это находила до меня? Находила где-то, что ты видела, что ты не видела? Так и не видела, что ты не видела. Тебе так и рассказывали, что ты видишь. Не переживай, ты видишь, ты зрячая. А ты была слепая. А сейчас прозрела, что ты не видишь. Все, что с тобой происходит, благодаришь жизнь за это. Это самое главное. Ты попала домой, ты попала в дом. Ты раньше не смотрела через свои глаза, сейчас начала смотреть через свои глаза и ты увидела, что ты ни хера не видишь. ты начала чувствовать, что ты ни хера не чувствуешь. И тебе придется чувствовать, видеть, слышать, нюхать, вкушать. А если не захочешь, то тебе захочется сбежать, но уже не сбежишь. Будешь страдать вот так. Ни хрена не понимают. Спасибо. Никогда не понимаю, но уже не могу. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok все все пока того какого бомбин до следующее воскресенье может быть все пока